Уважаемые коллеги, добро пожаловать на нашу последнюю заключительную лекцию по основам гистологической техники. И в ней мы с вами должны будем рассмотреть флюесцентную микроскопию. Мы уже о ней немножечко поговорили, когда говорили о пропозготовке препаратов, о иммунофлюесцентном методе анализа. Нам нужно будет рассмотреть теперь этот метод более подробно. И нам нужно будет поговорить о перспективах развития новых методов гистой техники, которые, конечно же, сейчас очень активно развиваются. Ну и говоря о флюесцентной микроскопии, нам нужно вернуться в самое начало этих исследований. И упомянуть здесь сэра Джорджа Габриэла Стокса, в честь которого назван как раз Двиг Стокса, который мы будем использовать с вами в флюесценции. И сэра Фредерика Вильяма Хершеля. Что удалось показать тогда, достаточно давно уже получается, что видимый свет, если его разложить призмой в спектр и оставить только ту часть, которая находится за синей частью света, при попадании на раствор хинина, в то время это было популярным рекордом от малярии, заставляет его светиться, как было описано в работах, небесно-голубым цветом. При этом понятно, что после того, как это явление было обнаружено, естественно, попытались этот цвет тоже в спектр разложить и оценить дальше другими способами. И удалось получить вот такой вот график, где у нас по одной оси будет интенсивность, а по другой оси у нас с вами будет длина волны. И если смотреть на яркость, испускаемая этим веществом света, то она будет зависеть от длины волны, которую мы будем подавать для возбуждения этого вещества. То есть получается, что это свечение небесно-голубое было не от всех длин волн, а только от определенных длин волн, от ультрафиолетовой части до, условно говоря, 400 нанометров. Это, в общем-то, уже видимая часть. И таким образом, для того, чтобы это вещество светилось, есть некая длина волны, на которой это свечение происходит наиболее эффективно. Отметим его здесь как максимум, в данном случае возбуждение. Но точно так же понятно, что и испускание этого вещества тоже может быть описано каким-то определенным спектром. В данном случае этот спектр представлен вот здесь. И из него также следует, что на самом деле это вещество испускает достаточно в широком спектре, и также у него есть максимум, но теперь уже испускание. Что оказалось интересным, если мы с вами будем использовать для возбуждения нашего вещества не только максимальную длину волны, а какую-то другую, например, мы возьмем и сделаем здесь для возбуждения, пускай будет 340 нанометров. Понятно, что так как это не в максимум возбуждения, то это вещество будет светиться меньше. Но посмотрите, форма спектра испускания меняться не будет. Меняться будет только интенсивность. Таким образом, одно из правил, которое имеет отношение к флюоресценции, сформированное как раз сэром Джорджем Габриэлем Стокса, говорит о том, что максимум испускания флюоресцирующего вещества не зависит от длины волны возбуждения, но зависит яркость, то есть интенсивность такого свечения. Ну, еще одно следствие из закона Стокса в том, что длина волны возбуждения всегда короче, то есть это более высокоэнергетическая, чем длина волны испускания вещества. Конечно, сейчас мы знаем, что есть так называемые антистоксовские красители, когда это правило нарушается, но, опять же, никакого нарушения закона сохранения энергии здесь нет. Для того, чтобы получить в данном случае испускание с длиной волны меньшей, нам потребуется, чтобы вещество либо несколько фотонов поглотило одновременно, либо имело несколько различных возможностей возбуждения, и эта энергия, опять же, возбуждения бы складывалась. Тем не менее, два правила, которые нам пригодятся. Первое. Есть максимум возбуждения, в котором наше вещество будет максимально хорошо потом испускать, светиться. Есть максимум испускания. Разница между максимумом испускания и максимумом возбуждения и есть тот самый сдвиг стокса, это расстояние, измеряемое в длине волны, в нанометрах. И вне зависимости от того, какую длину волны мы будем с вами использовать для возбуждения нашего вещества, форма спектра испускания меняться не будет. Меняться будет только яркость. Ну и, конечно, идеальный вариант, если мы попадаем точно в максимум возбуждения. Понятно, что флюоресценция возможна не только с использованием ультрафиолетового света, но ультрафиолетовый свет был удобен, потому что флюоресценция всегда достаточно слабая. Она, ну, как минимум сопоставима, а на самом деле чаще всего значительно слабее, чем возбуждающий свет. И поэтому использование ультрафиолетового света позволяло разделить эти две длины волны. Ультрафиолетовый свет мы глазом плохо видим. И то, что называется, например, темным или черным светом, или черной лампой, вот здесь вот она представлена, как видите, она дает ультрафиолетовый свет. Ну и раствор флюоресцина, одного из первых красителей, очень эффективных для своего времени, здесь при этом испускает в зеленой части спектра, вот в этом вот стакане. На самом деле многие вещества могут поглощать видимые части спектра и испускать видимые же части спектра. То есть, в принципе, флорохромы не обязательно должны возбуждаться в ультрафиолете. Это просто исторически было удобнее для наблюдения этого явления. Ну и на самом деле, справедливости рады сказать, надо, что и первые микроскопы назывались люминоскопами и использовали для возбуждения ультрафиолетовый свет, а наблюдалось испускание видимой части света, потому что его легко было фильтровать. Давайте попробуем рассмотреть этот феномен немножечко с другой стороны. У нас остался один интересный вопрос. Почему спектры поглощения и испускания такие широкие? Ведь, согласитесь, если мы хотим использовать этот феномен в биологии, нам было бы идеально, если бы у нас вещество возбуждалось какой-то только одной длиной волны, не знаю, плюс-минус 10 нанометров, и светилось также узко плюс-минус 10 нанометров. И на достаточном расстоянии находился максимум возбуждения и испускания. Это позволило бы нам использовать очень большое количество флорохромов и разделять их просто по длине волны. К сожалению, есть некоторые физические ограничения. И, возможно, многие из вас задавались вопросом, а каким образом, если мы говорим о том, что флуоресценция – это переход электрона на какое-то более высококоналитическое состояние, почему при этом спектр нелинейный? Ведь мы знаем, что если у нас есть, например, несколько орбиталей у электрона, переход между ними является строго фиксированным, квантованным. На самом деле здесь мы говорим не о переходе электрона с точки зрения одного химического элемента, а перераспределение достаточно сложной распределенной орбитали этого электрона для всей органической большой молекулы. Как вы увидите в дальнейшем, у любой молекулы органической флорохрома всегда есть две части. Это ароматическое кольцо, условно говоря, антенна, которая позволяет, в общем-то, при определенных условиях поглощать квант света, и некий гетероцикл. И причем связана они жестко, так, чтобы эта энергия, поглощенная, условно говоря, антенна, не могла тут же перейти просто в движение этой молекулы. И давайте посмотрим теперь на то, какие различные положения может занимать электрон в составе такой молекулы. Напомню, что он будет распределенным, и поэтому, в принципе, энергия разных состояний будет не очень высокой. Ее будет достаточно именно для видимого света. Ведь молекула у нас с вами находится не в неком изолированном состоянии, а в наших нормальных условиях при комнатной температуре. И, естественно, у нее есть движение. Она может сама по себе двигаться. Плюс, возможно, конформационные изменения. И ротационные изменения. Плюс еще вибрационные изменения. То есть, в принципе, у молекул есть несколько степеней свободы. И понятно, что эти степени свободы – это некая запасенная энергия. И получается, что если даже у нас есть всего два каких-то уровня, пускай у нас будет нулевой ground state, пускай у нас будет первый возбужденный уровень, и вот у нас действительно один квантованный уровень. Но молекула может быть в нулевом состоянии по отношению к состоянию своему при отсутствии дополнительной энергии, ротационных, конформационных и вибрационных изменений. Либо у нее может быть запасена какая-то часть энергии за счет вот этого движения. И тогда для нее, кроме этого, G0 будет еще небольшая разница в энергиях. И добавлять нам нужно будет энергии уже не отсюда, не с нуля, а, например, вот какого-то вот такого уровня. Или второй вариант. На самом деле, если мы электрон теперь смогли перенести на более высокую орбиталь, он точно так же может упасть. Например, у нас, да, понятно, что вот эти все-таки, скорее всего, она будет расходоваться, энергия до этого состояния каким-то образом тепловым или другим. Будет релаксация беззалучательная. А вот с этого состояния очень сложно как-то потеряться из молекулы. И она может упасть на этот уровень, на этот уровень, на этот уровень. И получается, что у нас есть целый набор от нулевого состояния до некоторого избытка энергии, от нулевого состояния, опять же, до некоторого избытка. Ну и ровно ее состояние равновесное, когда мы, в принципе, можем получить точно такой же фотон. Ну и дальше, опять же, как видите, здесь идет чистый комбинаторик. Поэтому понятно, что спектры у нас будут вот такими вот широкими. А если учесть, что мы, в принципе, можем забросить наш электрон, условно говоря, еще выше, у нас может быть еще одно возбужденное состояние, то здесь, скорее всего, электрон с этого состояния S2 до S1 беззалучательно каким-то образом потратит эту энергию. Либо, опять же, она перейдет в движение молекул, в нагрев, естественно. Может передаться другой молекуле, а уже с этого состояния, с какого-то вот из этих состояний будет происходить флюоресценция. То есть эта энергия будет расходоваться, ну, условно говоря, заздря. Понятно, что если мы будем лишать нашу молекулу вот этого теплового движения, то у нас будет меняться значительно спектр. И в идеале, если у нас была бы наша молекула охлаждена до абсолютного нуля, действительно, у нее было бы только два состояния, G0, S1, и других вариантов бы, в принципе, не было. И спектр бы ее действительно бы выродился до линейного спектра поглощения и линейного спектра испускания. Таким образом, феномен флюоресценции, который мы будем более подробно рассматривать отдельно на курсе по оптической микроскопии, объясняет, почему эти спектры достаточно широкие. Ну, и на самом деле все это описывается диаграммой Яблонского. И здесь, как мы можем видеть, все те же самые эффекты, о которых мы говорили, более формализованно представлены. У нас есть некое состояние основное. У нас есть возможность нескольких возбужденных состояний. У нас есть безозлучательный переход с второго возбужденного состояния обратно на первый. У нас есть возможность безозлучательного перехода между этими ротационно-вибрационными состояниями. Ну, и, соответственно, возможно, переход с поливысокого уровня на какой-то вот этот подуровень вибрационный и ротационный. И, возможно, соответственно, уже возможен случай, когда произойдет излучение. В зависимости от того, куда у нас будет, на какой уровень возвращаться здесь под уровень наш электрон, то, соответственно, длина волны, которую придется испустить, она будет различаться. Ну, и понятно, что, в принципе, здесь, возможно, несколько вариантов. Естественно, все эти процессы происходят очень быстро. Если мы говорим о возбуждении, то это 10 минус 15 секунды. Представить себе такое короткое время можно, если мы посмотрим, сколько, какое расстояние пройдет свет за такое маленькое время. И мы увидим, что это всего 300 нанометров. После возбуждения достаточно долго молекула находится вот в таком вот возбужденном состоянии. И процессы внутренней конверсии, колебательной релаксации это уже 10 минус 14, 10 минус 11 секунды. Уже 300 микрон свет за это время пробежит. А вот само по себе уже явление флуоресценции это 10 минус 9, 10 минус 6 секунды, то есть 3 метра. Какая здесь есть еще одна неприятная особенность? Понятно, что если молекула находится в возбужденном состоянии, она и более реакционно активна. Плюс этой энергии может хватить на какие-то конформационные изменения, которые могут эту молекулу сделать уже непригодной для дальнейшей флуоресценции. Она может потерять свойства флуоресцирующего вещества, окислившись, может быть разрушено, вот это ароматическое кольцо, на него что-то может быть добавлено, может быть что-то на гетроцикл добавлено, возможно, связь какая-то разорвана, и, соответственно, не будет этой жесткой сцепки. То есть молекула после этого флуоресцировать уже может перестать. И, конечно, чем дольше молекула находится в возбужденном состоянии, тем больше шанс на такое неприятное взаимодействие. Ну и еще один момент. Если мы будем использовать очень яркий свет, очень много возбуждать нашу молекулу, то большая вероятность перехода наших молекул в так называемое триплетное возбужденное состояние. Что это такое? Так как мы говорим о электроне, то понятно, что у него есть еще одна характеристика – спин. И понятно, что все элементарные частицы делятся на два типа. И, судя по принципу Пауля, электроны, относящиеся к одному из таких типов, не могут занимать одну и ту же позицию, находясь в одинаковом состоянии. То есть электрон с одинаковым спином не может находиться на какой-то одной и той же орбитале. Возможен переход спонтанный спина электрона, который мы возбудили на вот это или вот это вот состояние. И вернуться обратно с излучением того же самого фотона света, который мы хотим, он уже не может. И он переходит в так называемое триплетное возбужденное состояние. И это уже очень долгое состояние. Это 10 в минус 3, 10 в минус 2 секунды. Для некоторых веществ и больше. И еще одна неприятность этого состояния. Возможен переход после того, как спонтанно один из двух электронов поменяет теперь свой спин. Он может вернуться теперь обратно. Возможна беззлучательная релаксация. То есть мало того, что мы на вот такое долгое время, уже вполне себе сопоставимое с нашими временными рамками, выводим нашу молекулу из постоянного цикла возбуждения и спускания. Так еще к тому же мы можем вообще ничего с нее не получить-то в виде вот такого вот варианта. Но и опять же возбужденное состояние молекулы, больший шанс на какие-то химические преобразования, чаще всего неприятные для нас. Каким образом мы можем использовать все это в нашем микроскопе? На самом деле исторически были разные варианты, как мог быть построен флюицентный микроскоп. Но здесь, говоря о схеме флюицентного микроскопа, мы должны упомянуть двух людей. Это Джон Себастьян Плоем, который оптимизировал схему микроскопа за счет того, что он объединил несколько светофильтров в так называемый кубик. И, конечно, нужно будет на следующем слайде нам обязательно вспомнить нашего соотечественника, который предложил очень интересный способ деления света по длине волны. Дело в том, что есть целый класс специальных оптических фильтров, называющиеся интерференционными светофильтрами. Выглядят они как цветные зеркальца, если на них посмотреть. Вот здесь вот такой как раз представлен. Но с точки зрения обывателя это очень интересное устройство. Для одной длины волны или для набора длин волн это стеклышко абсолютно прозрачно, то есть это в принципе как обычное стекло. А для других длин волн оно является зеркалом, достаточно хорошей эффективностью. И так как мы знаем, что у нас есть двиг стокса, мы теперь можем длину волны, необходимую для возбуждения нашего флорохрома, этим зеркальцем отразить. А все длины волн короче определенного критического значения через это стеклышко будут хорошо проходить. А мы помним, что испускание у нас как раз сдвинуто в красную часть спектра, то есть навсегда оно менее энергетичное, то есть большая длина волны. Ну и теперь нам остается собрать всю эту схему в то, что мы можем видеть в микроскопе. Опять же, исторически были микроскопы, которые могли освещать препарат по-разному, были темнопольные флуэцентные микроскопы, были, много можно придумать, но сейчас наиболее часто используется схема так называемая эпифлюэцентного микроскопа. Эпи – верх, верхнее освещение. И в данном случае эта конструкция позволяет нам освещать наш препарат через тот же самый объектив, через который мы его с вами наблюдаем за счет вот этого дихроичного зеркала. Опять же, напомню, здесь не обошлось без нашего соотечественника. И если мы вспомним предыдущую лекцию, у нас было много различных осветителей. И один из них был ртутной лампой. Ртутная лампа – очень широкий спектр, и есть несколько пиков, где яркость этого света заметно выше. То, что нам как раз и нужно. Дальше у нас есть линза осветителя, коллекторная линза. И опять же у нас есть две диафрагмы полевая, которые будут поле зрения на препарате, которое освещает лампу показывать, а апертурное, которое в принципе нам будет более интересно в том плане, что при помощи нее можем немножечко регулировать яркость света. Дальше у нас есть фильтр возбуждающего света. Нам нужно вырезать из этого спектра только какую-то узкую полоску, которую мы будем использовать для возбуждения. Например, положим, что вот такой участочек нам нужен для возбуждения. Почему мы этот фильтр должны поставить? Потому что если мы будем освещать наш препарат всем вот этим большим спектром, то у нас никогда не получится черного фона. У нас будет маленькая контрастность. Часть света будет отражаться от препарата. Естественно, понятно, что возбуждающий свет сильно ярче того, что мы получаем при флюоресценции. Мы будем терять контрастность, не сможем увидеть мелкие объекты. Свет этот прошел у нас теперь через используемый нами фильтр возбуждающего света. Он попал на дихроичное зеркало и был отражен вниз на препарат. На препарате у нас находится флюоресцентное вещество. У нас произошла флюоресценция. И с другой длиной волны уже свет пошел, соответственно, за счет того, что объектив его собрал по пути наверх. Но, как мы помним, дихроичное зеркало для определенных длин волн зеркало, для других длин волн просто прозрачное стеклышко. И он проходит дальше. И, в принципе, уже после вот этой части мы могли бы напрямую смотреть на изображение, поставив сюда окуляр. Проблемы никаких не было. Но есть две неприятности. Во-первых, дихроичное зеркало все-таки не 100% эффективно. Добротность, конечно, у них очень хорошая. Но если у нас очень плохая флюоресценция, мы очень ярко будем освещать наш препарат. Часть света, возбуждающего, отраженного от препарата, может все-таки проходить через дихроичное зеркало. Поэтому обычно в случае флюоресценного микроскопа добавляется еще один фильтр. Названия могут быть разные. Запирающие, барьерные, спускание. Опять же, каждый учебник будет настаивать только на одном правильном названии. Я считаю, что лучше провести их все. И задача этого фильтра улучшить, условно говоря, добротность нашего дихроичного зеркала. То есть это обычно низкочастотный фильтр, который все низкие частоты после определенной частоты пропускает. Тоже интерференционный. Обычно еще установлен под углом, чтобы не было блика. И здесь еще нужно отметить, что у нас на препарате может быть несколько флорохромов, которые могут возбуждаться одновременно. И, конечно же, вот такой фильтр позволит нам, если мы его возьмем неширокополосным, который будет пропускать все изображение, все длинные волн, скажем, короче, извините, длиннее в данном случае, чем, скажем, 500 нанометров, а будет вырезать, например, полосу от 512 до 520 нанометров. Тогда мы можем с вами селективно увидеть только флорохромы, которые светятся именно в этой части спектра. То есть еще одна функция фильтра испускания, барьерного, запирающего, как хотите, все названия правильные, это повысить селективность, если у нас под этим возбуждающим светом возбуждается несколько флорохромов. Иметь возможность их разделить. Ну, и заслуга Джона Себастьяна Плоэма как раз в том, что он объединил все эти три элемента в так называемый кубик. Вот как он выглядит реально. Все эти элементы, которые мы с вами только что описали, здесь присутствуют. Обратить внимание нам нужно на две вещи. Во-первых, понятно, что в случае, если мы освещаем тот же объектив, через который мы с вами теперь и наблюдаем за изображением, нам не нужна настройка по келеру. Как только мы с вами навелись на фокус, мы с вами вот это вот расстояние зафиксировали. Но это же расстояние у нас получается и для объектива, которым он является, и для объектива, теперь уже выступающего в роли конденсора. Поэтому, чем удобен эпилюрисентный микроскоп, просто наведясь на резкость, вы, в принципе, вот эти два расстояния сразу же зафиксировали. А вторая важная часть. Яркость. Конечно, формула будет гораздо более комплексной, если ее выписывать полностью, но как минимум яркость будет пропорциональна числовой апертуре в четвертой степени. Ну, к сожалению, обратно пропорционально увеличению во второй степени. Поэтому становится понятно, почему в флюрисентной микроскопии все так борются за числовую апертуру объектива. Что это означает? Чем больше числовая апертура объектива, тем больше разрешения. Это понятно. Но посмотрите еще раз на эту формулу. Тем больше яркость, которую вы можете собрать. И тем меньшее время вам нужно будет, соответственно, ваш препарат подвергать воздействию возбуждающего света. Плюс это означает, что вы можете ваш возбуждающий свет уменьшить. Потому что ваш объектив будет собирать большее количество света от вашего препарата. Еще один момент, на который нужно сразу же обратить внимание. Если у нас есть какой-то флуорохром в растворе, и мы с вами используем возбуждающий свет, пускай он будет вообще с этой стороны у нас, например, то каждая молекула флуорохрома в таком случае, если раствор не насыщенный, если никакой упорядоченности внутри этого раствора нет, если мы снимаем длительное время, то каждая молекула этого флуорохрома будет светиться, по сути дела, во все стороны. Нету, не будет какого-то наиболее, скажем так, выраженного направления. То есть в обычных условиях, на обычном препарате мы можем рассчитывать на то, что с какой бы стороны мы с вами не освещали, свет флуорохром будет со всех сторон идти. И становится понятно, что если мы будем собирать как можно больше угол, на который эти лучи могут пойти, то мы получим гораздо более яркий препарат. Вот объяснение, почему числовая апертура здесь настолько важна. Ну, давайте еще раз посмотрим на эту картинку. в виде такой, как сейчас можно говорить, инфографики. У нас есть наша лампа. В данном случае она у нас ртутная. У нас есть первый фильтр, фильтр возбуждающего света, который от всего спектра лампы выделяет какой-то небольшой участочек. Предположим, мы хотим с вами посмотреть, пускай будет, например, дапе. И выделяет она здесь 365, например, нанометров. Максимум, примерно, да, для дапи. Теперь, эта длина волны отражается от дихроичного зеркала и идет на препарат. И вот максимум возбуждения нашего флорохрома. Мне пришлось здесь, естественно, повернуть местами все это дело. То есть здесь, скажем, у нас будет 300 нанометров, здесь, скажем, будет 800. Вот так, график перевернут. Шкала по х инвертирована. Теперь у нас есть флорохром, который возбуждается и светит. И предположим, что здесь у нас есть еще один флорохром, который имеет вот такой пик. Например, пропидиодистый мы с вами добавили. Он прекрасно в ультрафиолете возбуждается, будет светить красным. У нас есть два красителя, которые теперь у нас, например, на нашем препарате светятся. И оба эти красителя через дихроичное зеркало, естественно, пройдут. Вот частота среза этого дихроичного зеркала. То есть все длинные волн в красную сторону будут проходить через это зеркало совершенно спокойно. И вот барьерный фильтр, испускание, забирающий, может теперь нам вырезать какую-то часть волн, которые будут специфичны только для максимума этого флорохрома. Мы с вами увидели только этот флорохром. В принципе, можем использовать другой при необходимости фильтр. Например, низкочастотный, обычный. И он пропустит тогда нам вот эту вот всю часть. В чем плюсы и минусы? Если у нас фильтр испускания полосовой, вырезающий вот такую вот полосу из спектра, то этот кубик будет называться селективным. И контрастность нашего флорохрома, пойманного вот здесь, будет максимальной. Да, мы схватили этот максимум. Но при этом мы не увидим второго флорохрома. Если же у нас будет с вами использоваться в виде такого фильтра, низкочастотный, который будет пропускать вот этой длинной волны все вниз до какой-то частоты, то мы увидим оба флорохрома. И очень часто на микроскоп берут два набора кубиков. Один кубик селективный, один кубик неселективный. Почему? Если у вас есть на препарате какой-то дополнительный флорохром или автофлоресценция, и вы будете использовать селективный фильтр, то вы будете видеть только вот эту часть спектра. И даже если у вас есть второй флорохром, он сюда залезает, видите, небольшим хвостиком совсем. Вы будете его видеть все равно такого красивого синего цвета. И отличить вот эту автофлоресценцию от вашего красителя вам будет сложно. Потому что если вы возьмете теперь неселективный кубик и посмотрите глазом, вы увидите, что у вас есть, например, два отдельных флорохрома. У вас есть что-то синее и что-то красное. И тогда вы сможете понять общую картину вашего препарата. С другой стороны, если вы будете снимать на камеру, камеры черно-белой флоресценции используются, и тогда они снимут вам на одном и том же самом канале сразу два флорохрома. Вы не сможете их различить. Поэтому для того, чтобы посмотреть глазом, оценить флоресценцию, поработать с препаратом, получить большую яркость, в конце концов, лучше иметь неселективные светофильтры с низкочастотным барьерным светофильтром. Если же вы хотите снимать на камеру, обычно обе задачи присутствуют. Вам нужен селективный уже кубик. Вы посмотрели, вы увидели, что у вас только, скажем, зеленый флорохром есть. Или вы увидели, что у вас есть автофлоресценция, очень большая в каком-то этом диапазоне. И вы ее теперь можете совершенно спокойно отрезать, взяв такой кубик и сняв на камеру с максимальной контрастностью именно интересующий вас сигнал. Ну и опять же, к сожалению, суд ГОИ у нас сейчас практически разгромлен. Не могу не упомянуть нашего соотечественника. Мы с вами все-таки находимся в городе, который имел отношение ко многим методам, используемых в биологии, хроматографии. И в данном случае использование флюзентной микроскопии вот этих вот замечательных интерферационных светофильтров. В общем, здесь нам тоже есть чем гордиться. Итак, флюзентная микроскопия – типичный препарат. На типичном препарате мы сразу можем увидеть несколько достоинств. Во-первых, очень высокая контрастность. Это за счет чего? Фон на этом препарате у нас абсолютно черный. Второе. Мы здесь видим с вами три отдельных флуорохрома. У нас с вами здесь есть хорошо виденный красный, хорошо видный зеленый и хорошо видный синий. И здесь, например, тубулин с зеленым покрашенным мы его видим, метатрекер красный мы видим метахондрий, и, например, дапи мы видим ядра. Вот как минимум два достоинства флюзентной микроскопии. Селективная возможность различных флуорохромов. Причем, на самом деле, в принципе, могли бы взять еще один флуорохром, который находился бы, например, 640 нанометров. Нарисую его белым цветом, потому что мы инфракрасный свет плохо видим. И теоретически мы могли бы с вами четыре раздельных сигнала увидеть селективно, не перекрываясь. То есть, при помощи определенной математической обработки до 18-12, как минимум точно показано, флуорохромов теоретически можно разделить. Но, конечно, лучше этого не допускать. Лучше брать флуорохромы, которые можно селективно отдельно увидеть. Ну и давайте попробуем теперь формально описать каждое из этих достоинств. Более высокая контрастность понятна. Вспомним формулу контрастность в предыдущей лекции. И обратите внимание вот на эту вот часть, яркость фона. Понятно, что если она будет стремиться к нулю, она никогда не будет нулевой, поэтому эта формула будет действительно, деление на нуль здесь у нас не произойдет. Но чем меньше она будет, тем даже при каких-то очень маленьких значениях яркости объекта контрастность будет расти. Она будет все больше и больше и больше. И обратите внимание на эти три картинки. Я не знаю, честно говоря, как они будут выглядеть после сжатия ролика. Возможно, будет не так хорошо заметно, как в исходном варианте. Но контрастность вот в этих двух кубиках достаточно низкая. Хотя разница яркости между центральной частью кубика и внешней здесь везде одна и та же. 10%. И посмотрите на те же самые 10%, если у нас этот препарат находится на черном фоне. Согласитесь, он виден гораздо лучше. И контрастность вот этой последней картинки, она наиболее высокая. Что мы видим на препарате, представленном вот здесь? Черный фон. Черный фон внутри препарата. Нет флуоресенции, ничего нет. Прекрасно. Контрастность, позволяющая нам во всех деталях этот препарат рассмотреть. Возможность использования нескольких меток на препарате также очевидна. Мы с вами на этом препарате можем видеть как минимум три метки. Условно, синяя, зеленая, красная. И колокализацию можем видеть, когда несколько меток в одной клетке видны. Естественно, не являющаяся задачей данного курса работа с живыми объектами упрощается в случае использования флуоресценции. Но то, что для нас еще важно, флуоресцентные методы открывают перед нами новые методы исследования. Такие как конфокальная микроскопия, оставшаяся сейчас уже практически рутинной. Такие как методы сверхразрешения, опять же использующие флуоресцентные методики. Ну и много на самом деле дополнительных возможностей. Какие есть проблемы с флуоресцентным методом? Пока мы посмотрели на микроскоп, увидели прекрасную контрастность, увидели возможность разделения каналов. Но флуорохромы все-таки выцветают. Они разрушаются под воздействием света, так как в возбужденном состоянии наиболее хорошо реакционно активны. Что это будет означать? Это будет означать, что со временем они будут все менее и менее эффективно поглощать и испускать свет. Пример представлен из сайта микроскопии U от Nikon. Вот здесь время по этой шкале. Ну и соответственно дальше нам нужно будет тогда вот так вот шкалу еще раз нарисовать. Здесь опять время. И вы видите, что разные флуорохромы выцветают по-разному. Например, синий флуоресцентный белок, самый, наверное, нестойкий из флуорохромов, которые микроскописты встречают в своей жизни. В данном случае здесь гистоны у них были покрашены, вот внутри ядра. И как вы видите, так как шаг здесь в одну секунду, уже на третьей секунде его практически не видно. К шестой секунде он практически полностью выцвел. Медотрекер красный, ну, мягко скажем, практически не потерял свою яркость. А флуоресцентный белок я привел в виде, ну, наверное, крайнего варианта фотонестабильности. И здесь приведено примерное количество фотонов, которое успеет поглотить и спустить данный белок. И время, которое мы сможем увидеть при нормальной яркости микроскопа. Когда мы можем глазом сказать, что да, мы хорошо это видим. Одна секунда. На камеру, конечно, здесь вот три секунды можно поснимать. Классический органический флуорохром, например, флуоресцин или тетраметилродамин, или Р6-Ж, или что-нибудь из этого рода. Здесь уже до 10 секунд время получается, которое можно в таких условиях смотреть уже лучше. Если будем использовать специальные вещества, которые будут препятствовать фотовоцветанию, таких веществ достаточно много, то можем до 100 секунд увеличить это время. Но гораздо лучше, вместо того, чтобы использовать дополнительные всякие вещества, просто перейти на современный органический флуорохром. Тот же самый аналог флуоресцина, но более новый. Алекция 488. Посмотрите, при тех же самых условиях, без какой-либо дополнительной работы, уже порядка 80-200 секунд можно наблюдать при тех же самых условиях наш препарат. За 80 секунд уж отснять его на камеру точно можно, глазом посмотреть тоже. Ну и есть так называемые флуорохромы четвертого поколения, если хотите, или третьего по другой классификации, квантовые точки. Они не являются флуорохромами, это маленькие полупроводниковые устройства. Они практически не высветают, но у них есть свои недостатки. Поэтому, к сожалению, они не имеют настолько широкого применения, как обычные маленькие органические флуорохромы, но их можно считать условно не выцветающими. Опять же, о недостатках в отдельном курсе по оптической микроскопии мы с вами еще к ним вернемся поговорим. Первая проблема фотовосветания понятна. Используем современные флуорохромы, дайлайты, алексы, еще что-то. И эту проблему, в общем-то, на известной степени нивелируем. Следующая проблема – автофлюоресценция. К сожалению, многие вещества обладают феноменом флюоресценции, в том числе и те, которые эндогенно находятся на нашем препарате. Если мы говорим об ультрафиолетовой части спектра, то многие ароматические аминокислоты, имеющие ароматический остаток, будут возбуждаться в ультрафиолете, правда, дальнем, где-то 340 нанометров. Светицы будут синим. Но у нас есть и другие вещества, которые в клетке присутствуют также всегда, как аминокислоты. Но, скажем так, уже возбуждаться они будут в синем свете или в ближнем ультрафиолете. Светиться также синим цветом. Натфаж, либофоловин, катхоламины. Кто с мозгом работал, то, понятно, здесь тоже будут проблемы. Синее свечение. Дальше я не буду перечислять все остальное. Это хитин, липофусциин. В общем, много чего, к сожалению, обладает таким феноменом. И еще одна неприятность. Мы с вами говорили, что один из лучших и наиболее часто используемых фиксаторов – это формалин и глютар-эльдегид. К сожалению, они, как мы уже на второй и третьей лекции это с вами отдельно рассматривали, обладают неприятностью в виде неполной фиксации материала с образованием вот этих свободных альдегидных групп, которые сами по себе весьма неплохой флорохром, который имеет очень широкий спектр возбуждения и достаточно широкий спектр с максимумом, где-то, наверное, в желто-зеленой части спектра испускания. И при обработке в формалине мы получим дополнительную уже индуцированную автофлюоресценцию. В некоторых случаях эту индуцированную автофлюоресценцию можно уменьшить. А в некоторых случаях можно уменьшить и автофлюоресценцию, которая является эндогенной. Каким образом? Во-первых, фиксатор взять другой. Например, взять ацетон. В нем вообще не будет дополнительно наведенной автофлюоресценции. Но, правда, это не исключает собственную автофлюоресценцию образца в случае, например, если у вас там есть хитин, фенол или еще что-нибудь. В ацетоне, к сожалению, не очень хорошо сохраняется ультраструктура, поэтому чаще всего ацетон-метанол используют, ацетон-флюресенция появляется наведенная на небольшая. Как можно от этого избавиться? Самый простой вариант – взять метку с другим спектром. Например, в инфракрасном диапазоне эта ацетон-флюресенция слабая. Если возьмете инфракрасную метку, которая будет, скажем, возбуждаться 633 нм, светить, не знаю, там, 650 нм в плюс, вы уже эту проблему частично решите. Но не всегда это возможно, в некоторых случаях нужна метка, которую можно будет увидеть глазом. Можно использовать различные химические подходы. Например, можно использовать раствор сильного восстановителя, такого как 0,1% раствор борогидрата натрия. Есть действительно большой плюс. Более того, в принципе, борогидрат натрия еще и уменьшает в известной мере фотовыцветание флорохромов, которые мы туда добавили, вот этих вот наших органических. И некоторые белки флюресцентные, как ни странно, при этом еще сохраняются. Даже лучше светиться. Еще один метод, очень удобный, который я расскажу чуть более подробно, это выцветание автофлюресценции перед тем, как мы нанесем наши флюресцентные метки препарата, так как автофлюресценция это все-таки тот же самый флорохром, то он точно так же под воздействием света будет переходить в триплетное состояние, будет находиться в возбужденном состоянии дольшее время, даже если не будет переходить в триплетное, и, соответственно, будет за счет химических различных преобразований лучше разрушаться. Можем этим воспользоваться. К сожалению, не все флорохромы можно легко выжечь даже очень ярким светом. Ну, пример такого неприятного флорохрома, если есть у вас старое животное, и вы исследуете мозг, то образуется некий белково-липидный комплекс, никто до конца не знает, что это такое, называется липофусциин, включение в старых нейронах, которое светится желтым светом при возбуждении, синим и ультрафиолетом, даже зеленым. И они, конечно, практически не выгорают. Нам и такое флорохромбо. Вот. И, конечно, возможно, всякая ведьмина кухня, использование различных красок, типа суда на черного, использование солей металлов. Понятно, что солей металлов будет флюоресценцию не только авто, но и нашу, которую мы туда добавили, тоже уменьшать. Но лучше, конечно, не доходить до их использования. Это уже последний предел того, что можно использовать. Но так ли на самом деле плоха автофлюоресценция? В некоторых случаях она позволяет, например, увидеть ткани вообще без окраски. Хлорофил прекрасно виден. В некоторых случаях для некоторых покровов, например, насекомых, тоже может быть и неплохо. Бумага, целлюлоза тоже прекрасно автофлюоресцирует само по себе. То есть это такая палка двух концов. В некоторых случаях автофлюоресценция, в принципе, может оказаться и полезной. Как с ней бороться? Про химический вариант с борогидратом натрия я рассказал. Покажу, насколько он эффективен. Но, на мой взгляд, сейчас самый подходящий вариант – это добавление в ваш протокол, особенно если работает с иммунофлюоресценцией, добавление в ваш протокол после ретривинга антигена, если он вам необходим, дополнительного шага, назовем его условно фотовоцветания, который заключается в том, что вы помещаете ваш образец под яркий свет, причем спектр вашей лампы желательно, чтобы совпадал с максимумом возбуждения либо вашего внутреннего флорохрома, который вам не нужен, либо с максимумом возбуждения флорохрома, который вы собираетесь в дальнейшем наносить, чтобы он не перекрывался у вас уже с вашей автофлюоресценцией. Результаты, которые можно получить при таком подходе. Здесь представлены четыре препарата. Первый препарат – контрольный. Это препарат без этой обработки. И мы сейчас смотрим на препарат без дополнительной окраски антителами. То есть, это только автофлюоресценция. Внизу представлен график, где по одной оси у нас, вот по этой, количество точек, а по этой оси у нас, словно говоря, яркость в неких единицах от 0 до 4095. Понятно, откуда 4095 зажилось. У нас камера 12-битная. И что мы видим в случае отсутствия каких-либо способов уменьшения автофлюоресценции? Вот этот пик относится к вот этой части препарата, где у нас, словно говоря, черное поле. И он везде взят как референс, на всех остальных картинках тоже. А наша автофлюоресценция, посмотрите, сколько занимает яркостей. То есть, если у нас, например, здесь закроется еще наш флорохром, который мы ищем, с маленькой амплитудой, с маленькой интенсивностью, то на фоне вот этого пика громадного автофлюоресценции мы его просто потеряем. Контрастность будет очень маленькая, мы ничего с вами не увидим. После обработки борогидритом натрия, следующий слайд, те же самые оси, посмотрите, что произошло. Видите, у нас насколько, в самом деле, на второй слайд я тоже перенесу тогда эту часть, насколько у нас увеличится возможность использования метки. Если у нас теперь будет та же самая метка вот здесь вот, с такой же интенсивностью, посмотрите, она будет на черном фоне. Мы ее теперь сможем увидеть. Вариант использования лампы для фотовоцветания. Те же самые оси, все точно так же. Посмотрите, я возьму другой цвет, чтобы это обозначить, он еще ближе. То есть фотовоцветание оказалось даже еще более эффективным, чем борогидрит натрия. Ну и если мы эти два метода с вами объединим, то мы с вами сможем уменьшить автофлюоресценцию очень и очень сильно. Эта же интенсивность видна на изображениях, которые приведены на этом слайде. Снимались они на одном и том же микроскопе с одними и теми же установками лампы, камеры, объектива. И это серийные срезы. Поэтому тут показывается действительно, насколько можно уменьшить эту нежелательную автофлюоресценцию. Ну и если мы эти серийные срезы теперь еще покрасим, то мы увидим, что в случае отсутствия фотовоцветания, вот здесь, становится непонятно, что вот это вот такое, например, за зеленое свечение вот в этой вот части препарата. То ли это очень небольшое количество белка, на которое антитела, то ли это автофлюоресценция и вот здесь вот то же самое. Но если мы теперь с вами сделаем фотовоцветание, то становится видно, что здесь зеленого сигнала практически нет, а если есть, то он локализован в отдельных только ядрах. Здесь зеленого сигнала вообще нету, абсолютно точно. И более того, мы с вами смогли избавиться от автофлюоресценции оставшихся здесь клеток крови, которые вот здесь и здесь были, здесь сосуд проходил, да, вот они тоже здесь у нас встречаются, тем самым улучшили качество препарата значительно. И контрастность у нас возросла, мы теперь можем с вами каждую нашу метку отдельно. На самом деле здесь меток даже больше, здесь вот еще фиолетовая метка, которая была в инфракрасной части представлена. Но мы их теперь можем видеть с максимально возможной контрастностью. Так что если будете работать с материалом фиксированного форма линии, если вам будет мешать флюоресценции, самый простой способ это фотовоцветание под мощной узкополосной лампой. Например, светодиодные лампы, которые сейчас вот в продаже есть, 50-ваттные, 100-ваттные на где-то один день. Максимум, 12 часов минимум, очень хорошо помогает. Какие флуорохромы есть с точки зрения исторической перспективы? Первый класс флуорохромов, который вас может интересовать, это флуорохромы, которые сами по себе имеют специфичность к определенным клеточным компонентам. Ну и конечно здесь нужно упомянуть диаминофенилиндол, дапи, и пропидиодистый. Эти два красителя, это интеркалирующие красители, которые встраиваются в бороздку двунетевой ДНК и после этого значительно повышают свою флюоресценцию. Они в принципе и так-то флюоресцируют, но после такого встроивания они становятся гораздо более активными. Обратите внимание, в каждой такой молекуле есть ароматическое кольцо и гетероцикл. Ароматическое кольцо и даже два, и гетероцикл. И все эти ароматические кольца жестко связаны с этим гетероциклом. Ну, собственно говоря, то, что и будет нам формировать хороший флуорохром. Спектр у дапи не очень удобный, он возбуждается в ультрафиолете, вот его возбуждение, вот его испускание. И посмотрите, испускание какое широкое. Оно идет аж до красной части спектра. Вот синий до красный. Поэтому одновременно с ним снимать другой флуорохром нельзя. Ну, или это сложно сделать. Придется снимать последовательно. Снять первый флуорохром, скажем, дапи, только возбуждая только ультрафиолете, когда только он будет возбуждаться и больше ничего. Дальше второй флуорохром, пускай лекс, 488-я. Дальше третий, пускай лекс, 568-я. Дальше четвертый, пускай 647-я, 646-я на перо лекс и так далее. Вот. Но, скажем, краситель очень часто применяющийся, классический, до сих пор применяется. Конечно, если вам нужно синий канал вашего клицентного микроскопа освободить, можно использовать другие метки для ДНК, более современные. Например, есть такая метка, называется DRIQ5. Вот этот DRIQ5, это метка, которая тоже хорошо метит именно ДНК, но она уже в инфракрасной части области спектра. Она, конечно, дороже стоит, но очень удобная. Следующий тип флуорохромов, флюоресциин, ну и то, что на флюоресциине дальше основано. Опять же, у нас есть два ароматических кольца, у нас есть гетероцикл, и между ними достаточно жесткая связь. Флюоресцин, это такой классический, наверное, второй флуорохром, который стали использовать активно, после флуорохромов, которые возбуждались в ультрафиолетовой части спектра. У него очень хороший квантовый выход, половина, то есть на каждые два фотона полученных, один фотон будет испущен в среднем. У него достаточно хороший коэффициент поглощения, ну и, в принципе, он еще удобен тем, что близко находится к пику флуоресцентной лампы нашей, ртутной. Сам по себе флюоресцин, если у него вот эту группу отрезать, и это будет только флюоресцин, он не селективный краситель, он будет красить практически все и плохенько, он ни к чему так хорошо прилипать не будет. Но если мы к нему добавим вот эту вот группу, изотеационатную, то она может нам позволить пришить его ковалентно, так же, как мы с фиксаторами смотрели, но только теперь группа другая, она пришивает ковалентно его к вилкам по тому же самому лизину. У нас есть вот некая группа R, да, это наш в данном случае флюоресцин. У нас есть некий белок, который нас интересует, да, R, соответственно, вот эта часть, плюс NH2, которую мы собираемся израсходовать. И получаем мы с вами вот такой комплекс, где ковалентно связан наш белок и наш краситель. То есть мы можем метить этим флюоресцин изотеационатом, например, антитела для, к примеру, прямого способа иммуномечения. Или вторичные антитела для способа непрямого иммуномечения. Либо, на самом деле, какие-то белки, если нас интересуют белки, которые с другим белком, например, поверхности нашей клетки должны взаимодействовать. То есть, в принципе, любой белок при помощи изотеационатной группы, на самом деле, не только белок, все, где есть наши два группа, мы можем с вами пометить. Ну и, чтобы закрыть нам теперь весь спектр видимый, несколько красителей, которые от тетраметилордамина и трица, которые не очень устойчивы, до техасского красного. Это, на самом деле, флуорохром уже следующего поколения. Опять же, два, две группы в виде ароматического кольца. Одна часть гетероцикл, плюс они жестко между собой связаны. Здесь все понятно. Ну и здесь спектр уже у нас. Возбуждение ближе к зеленому или к желтому цвету. Испускание ближе к красному цвету. Квантовая эффективность у них небольшая. Ну, за исключением вот техасского красного. Он, конечно, в этом отношении очень удобный краситель. Еще раз напомню, что это больше исторически важные красители. Сейчас лучше использовать красители следующего поколения. Это Алексы, это Дайлайты, это... Ну, много красителей сейчас есть уже более адекватных. Ну, и давайте еще раз посмотрим, как мы теперь будем подбирать красители под наш микроскоп. Предположим, что микроскоп у нас с вами интересный, конфокальный. И в виде источников света он использует лазер. И у нас есть 405 лазер, 488 лазер, 532 лазер и 635 лазер. И наша задача под такой микроскоп подобрать флуорохрома, с которым мы с вами сможем дальше работать. Подбирать лучше всего в каких-то специализированных программках. Вот есть такая программка на сайте хрома, есть такая же программка на сайте термо. В общем, их достаточно много, называются они спектровьюверами. В них вы можете выбрать источники возбуждения, поставить именно эти лазеры. Дальше в них же вы можете подбирать различные флуорохромы. И, например, здесь мы можем увидеть, что под 405 лазер у нас с вами подходит Alexa 405. Не идеально, но, в принципе, на самом деле лазеры чаще всего 403 нанометра, хотя почему-то они пяшутся к 405, так что, в принципе, даже лучше. Под 488 лазер у нас есть Alexa 488. Опять же, она сдвинута сюда, поэтому если у вас вдруг есть 496 нанометров лазер, а у многих микроскопов эта линия есть, она будет нам подходить гораздо лучше. Как видите, интенсивность возбуждения будет сильно выше. Alexa 555 или 568 нам тоже подойдет. Ну, для 555, как видите, мы здесь работаем не на максимуме, нам бы, конечно, лазер бы вот этот иметь, но, опять же, работать можно. Ну, и последнее, 647 Alexa мы взяли, чтобы меньше перекрытия было. 635 лазер нам, в принципе, подходит, хотя и не идеально. Но, если мы теперь посмотрим на испускание, мы увидим, что у нас в некоторых случаях флуорохромы между собой перекрываются. И получается, что мы можем теперь эти отдельные наши флуорохромы зарегистрировать в основном по отдельности. Например, мы можем с вами одновременно возбуждать два флуорохрома, это 405-й и 630, извините, 647-й мы с вами решили все-таки взять, или 633-й, соответственно, 647-й. И тогда, если мы теперь будем с вами детектировать две части спектра, вот эту, условно говоря, для 405-го, и вот эту для 647-го, обратите внимание, возбуждения у них не перекрываются, если что, испускание тоже не перекрывается. То есть мы можем в одном канале нашего конфокального микроскопа сэкономить себе время, снять сразу два красителя при необходимости. А вот с 488-м и 555-м, к сожалению, есть проблемы. Они перекрываются с соседними, и снимать их придется нам абсолютно отдельно. Более того, подобрать такой вариант, чтобы абсолютно 488-я у нас ни на что не накладывалась, будет сложно. Как можем сделать? Можем выбрать 496 или 488 для возбуждения, либо-либо. И посмотрите, второй флуорохром у нас тоже будет возбуждаться, хотя и слабенько. Но мы можем решить эту проблему тем, что для регистрации мы с вами возьмем окно регистрации, такое, чтобы не попадать на испускание второго флуорохрома. Смогли 488-й зарегистрировать отдельно? Смогли. Ну, с 555-м или 568-м, здесь все абсолютно просто. Либо здесь, либо здесь возбуждаем. И так как у нас при этом возбуждении, видите, нет возбуждения второго флуорохрома, то мы можем поставить границы регистрации вот такие и зарегистрировать практически его отдельно, без соседей. Таким образом, за три прохода можем четыре краски одновременно практически, вернее, в данном случае последовательно одну с другой, зарегистрировать, сократив себе немножечко время эксперимента. Конечно, нужно вначале препарат покрасить отдельными флуорохромами, а не сразу всем коктейлем, и посмотреть, как на данном микроскопе с данными лазерами, с данной конфигурацией, есть ли у вас взаимное проникновение какого-то канала на соседние канала. Но, в общем-то, подобрав вот так теоретически, мы можем считать, что, скорее всего, этот набор флуорохромов нам подойдет для дальнейшей работы. Таким образом, флюоресентная микроскопия прекрасна, но есть некоторое количество проблем в широкопольной, так называемой, флюоресентной микроскопии. Это сравнительно большая глубина фокуса. Мы будем видеть с вами объекты не только в фокусе нашего объектива, особенно если это, скажем, объектив с большой числовой апертурой. Предположим, что числовая апертура, скажем, больше 0,8, это уже означает, что толстый препарат 12 микрон, например, или даже 7 микрон, мы с вами увидим не в виде того, что у нас весь препарат в фокусе, а у нас будет какая-то часть нашего препарата. Предположим, что мы нарисуем его в объеме. Сверху у нас с вами объектив находится. И вот наш кубик нашего препарата, 12 микрон, например, по глубине. Только уже при такой числовой апертуре мы с вами будем видеть некий слой внутри нашего препарата в фокусе, но все, что будет находиться выше и ниже, мы тоже будем видеть, но уже расфокусировано. И, соответственно, изображение будет слегка размытое. А если у нас есть яркие объекты, находящиеся на каком расстоянии в препарате, то, понятно, они будут сливаться. То есть большой вклад, условно говоря, внефокусного света. Малодинамический контраст, то есть если у нас есть рядом тусклый и яркий объект, мы тусклый объект, скорее всего, потеряем. Ну и если мы наблюдаем с вами какую-то часть препарата, из поля зрения, предположим, мы видим с вами вот такой кусочек в нашем препарате, интересует нас только вот этот участок, то выжигать мы пока не сделаем специально какое-то устройство, например, полевую диафрагму не будем использовать сдвинутую. Выжигать мы будем с вами все это поле зрения, а не только тот кусочек, который нас интересует. Что, конечно, плохо. И здесь на помощь нам приходит, теперь же ставший классическим и рутинным, метод сканирующий лазерной конфокальной микроскопии. Он решает первую проблему. Глубина фокуса становится маленькой, и мы видим только то, что у нас находится в фокусе. То есть, условно, можем сделать так называемые оптические срезы. Не срезы тонкие делать на микротоме, скажем, а сделать вибротомный толстый срез, пускай будет 50, например, микрон, если хорошо ткань подготовлена, это возможно. И дальше сделать уже на микроскопе срезы оптические. Получить набор разных уровней нашего препарата, и дальше с ними работать как с отдельными изображениями отдельных, например, срезов. Естественно, мы при этом подавляем в ней фокусный свет, если видим только какую-то небольшую часть по Z, по глубине. И понятно, что здесь же будет и высокий динамический контраст. Если у нас теперь будет рядом яркий и темный объект, то мы их сможем лучше различить, потому что ничего нет выше и ниже их, что мешало бы нам их теперь увидеть. Еще один, ну, тут какой-то сомнительный, конечно, сомнительное достоинство конфокальной микроскопии, но тем не менее достоинство. Это так, как мы сканируем это изображение точкой за точкой, мы можем с вами делать, как на фотоаппаратах современных зум. Мы можем с вами любой участок препарата при необходимости сканировать не целиком, предположим, вот это наше поле зрения, которое мы с вами видим. А, например, сканировать только вот этот участок, и только этот участок будет выгорать. Потом мы можем перейти на соседний участок, если хотим с ним поработать, на соседний и так далее. Ну и в виде бонуса небольшое увеличение латерального разрешения. Ну, максимально мы можем в 1,4 раза улучшить разрешение нашего микроскопа по XY. Основная, конечно, задача конфокального микроскопа это улучшение разрешения по Z, по глубине. Давайте подробнее немножечко остановимся на конфокальной микроскопии. Понятно, что отдельно работу с конфокальным микроскопом настройку все подводные камни мы с вами обсудим в курсе по оптической микроскопии, но тем не менее. Приведу несколько картинок. Представим, что у нас есть вот такая вот красивая картинка нашей широкопольной обычной флюзентной микроскопии. Мы видим некий объект, но, согласитесь, отдельные детали, ядра красным здесь покрашены, нам очень сложно различить. Контрастность очень маленькая, потому что у нас, если мы могли бы эту картинку разбить теперь на отдельные, условно говоря, оптические срезы, да, у нас какой-то один срез был бы в фокусе, а остальные срезы, видите, будут как сильно расфокусированы. И то, что мы видим, это сумма вот этих всех отдельных картинок, вернее, я бы сказал, даже не сумма, а средняя между ними. Ну и понятно, в случае, если мы сделаем среднее от таких картинок, мы ничего хорошего с вами не получим. Это не значит, что не нужно пользоваться широкопольной микроскопией, это значит, что у нее есть некоторое ограничение. В случае конфокальной микроскопии, то же самое изображение, но посмотрите, у нас теперь каждый наш оптический срез условно в идеальном фокусе. Если мы теперь попытаемся эти срезы друг на друга наложить, причем взять с каждого среза только самую яркую точку, вот что мы получим. Ну и давайте мы с вами сравним вот эти два изображения. Изображение конфокальное с изображением широкопольным. Все достоинства теперь нам видны на глаз. Прежде всего, контрастность, в том числе и динамическая, отсутствие внефокусного света. Ну и теперь еще одно достоинство, очень важное. Если мы имеем такое количество отдельных оптических срезов, мы можем очень легко перейти к реконструкции или проекции. Мы можем теперь посмотреть на нашу картинку, так как на самом деле она из себя представляет кучу-кучу оптических срезов друг на друга положенных. Мы можем эту картинку посмотреть по каким-то углам. Повернуть ее, например, вот сюда и получить вот такую картинку. Повернуть ее вот так и получить вот такую картинку. Это проекция, это еще не реконструкция. Мы здесь ничего не можем померить, но, согласитесь, возможность взглянуть на ваш препарат под другим углом, она очень полезна. Хотя, конечно же, разрешение по Z будет гораздо хуже, чем по X и Y. Поэтому здесь имеются некоторые практически пределы такого подхода. Буквально в двух словах о том, как работает сканирующий конфокальный микроскоп. Первая часть, которую мы с вами здесь сразу можем на схеме увидеть, это все те же самые фильтры. Фильтр возбуждающего света, дихроичное зеркало и фильтр испускания и запирающий. Пока все то же самое, что у обычного флюцентного микроскопа. А вот дальше начинается несколько интересных моментов. Здесь появляется в полевой плоскости, софокусный с препаратом, так называемый пинхол диафрагма. Что она из себя представляет? Чаще всего диск с очень-очень маленьким отверстием. Совсем-совсем-совсем крошечным. Пинхол, понятно. Дырочка от иголки. И примерно это то же самое, что если мы смогли бы с вами выразить из плоскости фокуса только одну точку. И только от нее свет пропустить дальше. Предположим, вот на этом изображении, что у нас есть три объекта, лежащие на разной глубине. С точки зрения геометрической оптики, если мы будем вот на этом месте использовать экран, то объект, например, находящийся в центре нашего препарата, он с этим экраном полностью софокусен. И по идее, если мы нарисуем просто геометрические лучи, они здесь полностью проходят через это отверстие. Понятно, что в реальности все не совсем так. Мы с вами уже видели, что есть некая функция распределения точки, что не вся яркость в этом случае будет проходить. Тем не менее, это уже частности. А два других объекта, которые будут находиться выше и ниже, придут на эту часть экрана расфокусированными. Либо перефокусированными, либо недофокусированными. И через вот это отверстие, эту дырочку, очень-очень незначительное количество света сможет пройти. Таким образом, мы с вами смогли увидеть свет, в основном исходящий от одной единственной точки препарата. Как по XY, так и по Z. Мы, конечно, могли бы теперь просто двигать препараты, точку за точкой его снимать, но это несколько было бы сложно. Препарат тяжелый, все-таки инерция большая. С другой стороны, мы можем просто поставить зеркала в оптический путь, так, чтобы они у нас отклоняли вот эти лучи. И тогда можем эту точку просканировать. Либо, если мы отклоним лучи в эту сторону, через ту же самую линзу, можем просканировать теперь эту точку и так далее. То есть, просто управляя двумя зеркалами, мы можем теперь сканировать наш препарат по плоскости XY. Ну, а по Z, к сожалению, препарат придется либо микровинтом, либо другим приспособлением, специальной вставочкой поднимать, опускать. Тут, к сожалению, оптикой этого добиться уже сложно. И еще один момент, который немножечко путает людей, которые пытаются разобраться с конфокальным микроскопом, то, что пенхол диафрагмы иногда ставится, на самом деле всегда, ставится две. Первое – это диафрагма детекции. Она нам конфокальный режим, в общем-то, и обеспечивает. А вот эта конфокальная диафрагма существует для того, чтобы мы освещали только одну точку нашего изображения. Зачем нам освещать все изображение, если мы снимаем с вами данные только с одной единственной точки? И наличие этой диафрагмы позволяет нам в плоскости нашего изображения, если мы вот наш препарат здесь нарисуем, дальше у нас препарат там пошел где-то, сформировать вот такую вот картинку песочных часов нашего света возбуждающего. Предположим, вот эта вот область, которую мы хотим наблюдать, наш оптический срез на этой точке, и свет у нас сверху идет, сходится к этой точке, максимальное количество света в этой точке, которую мы наблюдаем, ну, чуть-чуть вниз тоже уходит. Конечно же, здесь будет некоторое выжигание нашего флорохрома выше-ниже, но оно будет менее значительным, чем если бы мы освещали бы с вами весь целиком наш препарат. Еще одно сравнение. Плетенная хромосома комара, конфокальный и флюоресцентный режим работы микроскопа. Понятно, что конфокальный режим в данном случае намного-намного-намного более хорошую картинку дает. Собственно говоря, все эти элементы встречаются также и в настоящем конфокальном микроскопе. Для простоты возьмем самый, наверное, упрощенный вариант конфокального микроскопа, практически персонального, который сейчас есть до сих пор еще на рынке. И здесь у нас в виде источников света используются лазеры, только за счет своей яркости. Нам только яркость от них нужна. Когерентность и монохроматичность нам, в принципе, скорее вредны. Дальше у нас есть светофильтр возбуждающего света. Какой из этих лазеров мы хотим использовать, насколько ослабить. Следующий у нас есть пинхол диафрагма возбуждения. Чтобы на препарате у нас была только одна точка. Дехроичные зеркала. После этого у нас есть вот такая вот система про три зеркала. Я сейчас рассказывать не буду, почему их три, почему такая система оказывается лучше. Но, скажем так, примем это на веру. Сканирующая система, которая будет этот лучик по препарату вводить. Наш объектив, наш препарат. Здесь подошла флуоресценция. И свет пошел дальше обратно по той же самой схеме. Вот наша пинхол диафрагма. Уже детекция. И здесь вместо фильтра испускания, лейка, к сожалению, умудрилась запатентовать разбиение света в спектр при помощи призмы. Призма, конечно, у них не такая. Пятигранная, специально используется. Ну, понятно. На призме можем разбить теперь наш лучик света. Если там есть несколько линволн. Условно говоря, в радугу. Если теперь поставим шторки за этой радугой, мы сможем получить фильтр испускания уже настраиваемый. То есть мы можем не фильтры здесь вручную менять, а прямо в программном обеспечении сказать, что из всего спектра я хочу вырезать, например, от, пускай там будет, не знаю, 510 до 520 нанометров. И только эту часть спектра хочу пропустить дальше на детектор. Что в нашем курсе еще важно отметить? То, что размер вот этой пинхол диафрагмы очень важен в плане возможности получения разрешения, причем как по z, так и по xy. Функции рассеяния точки, мы немножечко о них уже говорили. В зависимости от размера пинхол диафрагмы будут очень сильно меняться. Это по оси z. И как вы видите, в зависимости от того, насколько она открыта, изменение очень сильное. Это по xy. Ну, по xy изменение не столько, конечно, значительное, но тоже имеет место быть. Таким образом, в основном, конечно, пинхол диафрагма будет влиять на разрешение по z. Ну, и в виде бонуса, как я уже говорил, можно немножечко улучшить и по xy. Подробнее о конфокальной микроскопе отдельно. Последнее замечание – разрешение. По xy оно сопоставимо с широкопольным. Для размера пинхол диафрагмы равное одному диску и ри. Если мы будем его уменьшать, ну, соответственно, будет у нас незначительно разрешение расти. А вот для z, если мы теперь этот препарат попытаемся посмотреть вот здесь вот сбоку, да, то есть вот мы его взяли и решили посмотреть вот с этой стороны на него. Видите, разрешение уже хуже. По z оно, естественно, будет не таким хорошим, как по xy, но это нужно принимать во внимание. Несмотря на то, что конфокальный микроскоп будет делать оптические срезы, все-таки желательно ориентировать ваш препарат так, чтобы наибольшее разрешение, которое вы хотите получить, оказывалось в плоскости xy. Переходя уже к современным методам, можно ли их отнести только к микроскопии, либо это уже некий гибрид, решать вам, я должен в двух словах рассказать о так называемой лазерной микродиссекции. Предположим, у вас есть некий препарат, и вы в дальнейшем хотите проанализировать то, что вы получили, уже не только методами гистологическими, но и какими-то методами уже молекулярно-биологическими. Например, белки посмотреть, профиль. Например, если этот препарат был после заморозки, можно оттуда еще и РНК выделить. Например, какие-то метаболиты. Не важно что, но во многих случаях ткани у нас являются очень сильно гетерогенными. На самом деле, по последним данным, даже ткани раковые, это не является клоном абсолютно одной и той же клетки. Более того, сейчас уже считается, что возможно даже функциональное деление таких клеток работа пока еще спорная, но тем не менее. В случае, если мы будем говорить, например, о мозге, то понятно, что там есть деление на слои, на разные варианты коры, на много еще чего, поля и так далее. И вполне возможно, что если вы теперь возьмете весь этот препарат и гомогенизируете, и у вас есть какие-нибудь, например, 4 белка, которые вас интересуют, или пускай будет 4 транскрипта, то вы получите то, что разницы у вас никакой нету между, скажем, разными состояниями. А с другой стороны, если вы сможете вырезать очень небольшие участки, вот такой участок здесь, вот такой участок здесь, вот такие участки здесь, может оказаться, что на самом-то деле разница вот она есть, и очень хорошо заметная. Но только в случае, если эти участки можно селективно с вашего препарата выделить, убрать. И здесь, конечно, вырезать такие участки вручную, ну, как минимум сложно, в некоторых случаях невозможно. И для этого на помощь нам приходит вот такой вот интересный прибор. Сейчас попробую немножечко отодвинуть видео, чтобы вам было видно. Лазерный микродиссектор. Их есть много разных фирм производит. Бесконтактный, правда, микродиссектор производит только ЦС и Лейка. И я вам покажу картинку с того микроскопа, который установлен у нас в ресурсном центре. Это микроскоп фирмы Лейка. Что позволяет делать такой лазерный микродиссектор. Он позволяет, во-первых, как обычный флюицентный микроскоп или микроскоп проходящего света, и то и то возможно, увидеть ваш препарат. Дальше вы можете, более того, снять на вашем препарате вот такую вот, как есть маленькая миниатюрка, есть, видите, обзорную часть, то есть вы видите все стекло целиком. Теперь можете выбрать участки, которые вы захотите, отдельно вырезать, собрать. И их можно собрать в 4, например, или 5 отдельных эппендорфиков. Или микрополаншет. Там много есть вариантов, во что это можно собирать. Давайте посмотрим, как это работает. Выбрали ручное обведение участков, которые вы хотите вырезать. Просто их обвели прямо по фотографии, которая оказалась теперь в программном обеспечении вашего микроскопа, снято. Опять же, в флюицентном режиме тоже можно работать, не только проходящим. И вот они были вырезаны прямо поверх. И можно теперь посмотреть эти же вырезанные участки в колпачке от Эппендорф. Таким образом, мы можем теперь любыми доступными методами исследовать вот эти наши образцы. Конечно, для того, чтобы можно было пользоваться этим прибором, препараты должны быть скомментированы на специальных стеклах. Их достаточно много еще в ресурсном центре. Можно их использовать. И использовать можно для любых типов образцов. И парафиновые, причем окрашенные и не окрашенные. И криостатные, в том числе не фиксированные. Ткани может быть и растительные, и животные. Мазки крови тоже возможно вырезать, если нужно. С живыми клетками есть затруднения, но в принципе работать можно. Если вы хотите, например, использовать отбор и взять только клетки, которые, скажем, трансфицировались хорошо у вас и вывести их отдельно уже в культуру, в принципе, тоже задача, решаемая таким микродисектором. Ну, а на что можно исследовать то, что вы нарежете? Да на все, на самом деле, методы молекулярно-биологических. Есть возможность использования, работать с очень маленьким количеством белков, ну, в основном, конечно, это уже не гелевые методы, а методы масс-спектрометрии. В некоторых случаях, если вы делали замороженный, скажем, срез, метаболиты сохраняются. Количественные реакции, масс-спектрометрия, хроматография, пожалуйста. ДНК сохраняется, в общем-то, неплохо, поэтому ПЦР можно сделать и другие варианты. Если у вас препарат был не очень сильно фиксированный, свежий и в хорошем состоянии, в РНЛ-эйтер, вы еще, например, положили, то можно работать с РНК. Можно обратно транскрипционную ПЦР поставить. В общем, тоже можно много чего посмотреть. Но я уже говорил, что с живыми клетками тоже можно работать. Таким образом, метод интересный. На мой взгляд, он относится все-таки к гистотехнике, поскольку основное здесь приготовление препарата, а уж вырезание и дальнейшее исследование это отдельная часть. Ну, вот такой метод интересный есть. Дополнительно, очень многое за последние где-то 8 лет появилось в гистотехнике. Ну, во-первых, отдельный семинар на этом же канале рекомендую посмотреть. Появилось такое направление, которое называется молекулярная гистология. Когда вы препарат смотрите не в оптическом режиме, а используете его для получения масс спектральных уже графиков, прямо с вашего гистологического препарата. Либо, если это режим ионизации ДЭЗИ, это может быть просто препарат после, например, резки в криостате без какой-либо дополнительной обработки. Ну, ДЭЗИ, к сожалению, пока еще редко где можно встретить. Если же это будет ионизация МАЛДИ, то вам придется подобрать специальную матрицу, покрыть ваш гистологический препарат и точка за точкой вы сможете получить с него уже информацию в масс-пектрометическом виде. А дальше, возможно, посмотреть распределение какого-то вещества, на которое нет селективных красителей. Или нельзя сделать антитела. Или вы можете просто сравнить много-много веществ, даже не разбираясь в том, какие это вещества в дух, например, в состояниях ткани. Раковая ткань и обычная. Или, например, в процессе развития какого-то органа, что меняется. следующее большое направление, которое появилось, сейчас очень активно развивается. На самом деле, может быть, даже имеет смысл чуть-чуть подождать, годика полтора-два, когда это направление все-таки уже найдет какой-то классический подход, потому что сейчас подходов много, они все неплохо работают, но еще активно развивается. Это оптическое просветление крупных блоков ткани. То, что мы с вами говорили, вибратомный срез это были, ну, скажем так, 100 микрон в идеале. Мы, конечно, можем сделать вибратомный срез и толще, но посмотрите, вот тогда на микроскопе даже конфокальном будет сложно. У нас там есть липиды, они очень хорошо рассеивают свет, ну, и, соответственно, рассеянный свет мы уже собрать с вами не сможем. То есть глубоко в такую ткань посмотреть не сможем. Плюс покрасить, как нам внутрь такой ткани антитела поместить. Еще та задача. И есть целый набор методов, позволяющих убрать это рассеивание света в тканях, так называемое оптическое просветление. Опять же, отдельный семинар на этом же канале, где заинтересуется, рекомендую посмотреть. Следующее направление, которое появилось, конечно, у нас называется курс гистотехника, но понятно, что отдельные клетки нас тоже могут интересовать и, опять же, структуру внутри клеток, то есть здесь уже не гистотехника, а цитотехника, если так уж совсем точно говорить, то нас могут интересовать возможности посмотреть какие-то интересующие нас белки, например, их локализацию с разрешением лучше 200 нанометров, лучше того, что мы получаем на обычном нашем микроскопе, конфокальном, флюицентном, каком хотите. Это методы оптического сверхразрешения, причем кроме методов оптического сверхразрешения, которые непосредственно на препарате позволяют это увидеть, есть очень интересный метод, опять же, на семинар ссылаюсь, который позволяет ваш образец просто расширить, заключить его в специальный гель, который при смачивании водой расширяется до 10 раз, и тогда вы можете теперь уже этот увеличенный в 10 раз образец, условно говоря, физическими методами. Посмотреть на обычном, даже в флюицентном микроскопе и получить разрешение до 20 нанометров просто за счет проб подготовки. Это, конечно же, гистотехника. Ну и отдельный курс есть большой. Это методы обработки полученных изображений. Это морфометрия компьютерная, это подготовка изображений для публикации, это подготовка улучшения контраста изображений при помощи деконволюции и так далее. Отдельный курс автоматизированной компьютерной морфометрии для заинтересовавшихся рекомендую посмотреть. Ну, а на этом мы с вами подошли к концу нашего курса по гистотехнике. Надеюсь, что мне удалось его сделать более-менее интересным и полезным. Прощаюсь с вами. Ну и, естественно, жду ваших отзывов по этому курсу для его дальнейшего совершенствования. Спасибо за ваше внимание. До свидания.